Привет всем, мои дорогие! Сегодня я делаю, наверное, один из первых обзоров после моей косметической диеты. Покупки были сделаны мною в отпуске, и это косметика Рилуи. Я отдыхала на границе с Украиной и Белоруссией, и, конечно же, там более реально ее найти по тем ценам, которые действительно установлены маркой, а не с наценкой в 2-3 раза у нас в Петербурге. Я, на самом деле, немного продуктов приобрела, всего 5 продуктов, так как ассортимент все-таки не такой большой был на тот момент. Но взяла такие продукты, которые более-менее мне нужны были. Не стала покупать кучу теней, кучу помад, которых у меня и так полно, а взяла то, чем я действительно буду пользоваться, и что я действительно смогу закончить. Итак, начну с первого продукта. Это пудра для лица рассыпчатая, вот в такой вот упаковочке. Довольно приятная упаковочка, простая, лаконичная. Это у нас пудра порошковая, тон 0,25, натуральный бежевый. Массы нету 100, извиняюсь, 40 грамм. Что я могу сказать про эту пудру? Ничего особенного в ней нету. Она на самом деле обычная рассыпчатая пудра, при том, при всем, что для меня она оказалась, даже учитывая, что я загорела, довольно темная, учитывая, что это самый светлый оттенок. Вот так она открывается. Здесь идет вот такая упаковка, причем довольно приятная к лицу упаковка. Она не очень плотная и довольно мягенькая, из приятного материала сделанная. Классические дырочки для того, чтобы высыпалась пудра. И могу сказать, что ограничителя у нее нет, это не очень хорошо, то есть такую пудру не возьмешь с собой никуда в дорогу. На лице пудра себя ведет нормально, то есть она не стекает с меня в жару, она довольно неплохо матирует, перекрывает какие-то недостатки, закрепляет макияж. В общем, делает все свои функции, которые призваны делать эта пудра. Честно, не помню цену, что-то в районе 200 рублей я ее покупала, очень недорого за такой большой объем и вполне за неплохое качество. Следующий продукт, который произвел на меня очень большое впечатление, это тушь Deep Black, тушь для ресниц суперобъемная. И к тому же она угольно-черная, вот такая вот тушь, правильно показываем, правильно, не кривь ногами. Такая тушь, действительно, я на самом деле плохо отношусь к угольно-черным тушам, потому что на своих ресницах я не вижу эффекта от обычной черной туши и от угольно-черной туши для меня все одно. Вот эта тушь действительно угольно-черная, в два слоя она именно вот ультра-черная с ультра-черным пигментом. И плюс, когда я смываю обычную угольную тушь, например, а-ля Maybelline смывала раньше, она легко смывалась, как обычная тушь, любым моим средством, либо водой с мылом. Вот эту тушь, чтобы смыть, мне нужно два раза пройтись моим средством для снятия макияжа и плюс пойти хорошенько еще умыться. И то, и бывает, что еще остается под глазами. То есть пигмент нереально черный. Плюс тушь нереально хорошо держится. За свои 100 рублей, если даже не меньше 100 рублей, она действительно держится, она никуда не осыпается. Я с ней купалась, и она у меня никуда не потекла. Она осталась на ресницах, и я ее еще потом долго-долго смывала. В общем, 100% хорошая, качественная продукция. Это 5 с плюсом этой туши, и если бы у нас в Питере ее можно было достать полегче, я, наверное, перешла бы только на эти туши, потому что дешево и сердито. За такую цену получаем эффект, которого мы иногда не получаем от туши за 1000 рублей. Еще один продукт, который произвел на меня очень большое впечатление. Всегда, когда я ищу карандаш для бровей, я ищу карандаш с серым оттенком. Но в стандартных марках, как мы знаем, представлены три классических оттенка. Коричневый, черный, серый, коричневый. Черный оттенок, на мой взгляд, и лично для меня, это слишком кукольно, слишком неестественно. Даже если я крашусь в полностью черный цвет волос, все равно это смотрится некрасиво. Коричневый оттенок, как мы знаем, больше подходит рожеволосым девушкам, и опять же, коричневый оттенок на мне смотрится некрасиво. Серый, коричневый оттенок зачастую смотрится на мне слишком светло. И опять же, получается не тот эффект, который я добивалась. В марке Reluie я нашла вот такой вот карандашик, оттенок 02, это серый карандаш для бровей. Я такого еще не встречала ни в одной марке, именно серого оттенка. Мне понравилась его консистенция. Ко мне пришел мой котик, тоже хочет сниматься опять. Он полностью серый, он не дает ни черного оттенка, ни коричневого, он дает пепельный серый оттенок. Мне кажется, многим девушкам этот оттенок, особенно если в своей бровке черный, идеально подойдет, потому что он только заполняет вот это вот пространство между бровинками, делает их чуть-чуть темнее, но не дает вот этой теплоты ржаны на бровях, а дает пепельный, холодный вот такой отлив. В общем, тоже 5 с плюсом, карандаш держится очень долго, он держался со мной весь день в жару и при купании никуда не девался. И еще два продукта, которые я взяла чисто на пробу, не потому что как-то они выделялись среди общей массы, но вот просто так попробовать. Это карандашик для глаз, контурный карандаш для глаз с витамином Е, у меня в оттенке 0,5, он темно-зеленого оттенка с перламутром. Очень хороший карандаш, мягкий, не царапает век, единственный минус, который я нашла, когда его наносишь на веко, он немножко крошится и оставляет небольшую крошечку на веке, но это в принципе не большая проблема, учитывая, что это можно встряхнуть кисточкой. Держится карандаш тоже хорошо, то есть он не уступает по стойкости таким карандашам, как Гош, пупо-водостойкие карандаши, он замечательно держится, никуда не сползает в течение всего дня, не отпечатывается, не теряет своего цвета, не становится из зеленого серым, как бывает с некоторыми карандашами. В общем, тоже мне очень понравился продукт, и по стойкости, и по своему нанесению не царапает века, и за свою цену, 65, по-моему, рублей, опять же, просто продукт супер. И последний продукт, который я приобрела тоже на пробу, ради интереса, это вот такой вот блеск для губ с зеркальным эффектом. Про эти блески я уже слышала, у меня в оттенке 06 Тайны Лондона. Оттенок такой нюдовый, слегка карамельный, он сейчас у меня на губах, и смотрится абсолютно естественно, абсолютно натурально. Блески эти мне понравились тем, что реально не растекается. Опять же, за 110 рублей блеск не выходит за границы губ. Блеск держится очень долго для блеска, полдня у меня этот блеск держался, учитывая, что я кушала и пила, и у меня все равно оставался вот этот глянцевый эффект этого блеска. Он немножко липковат, но я считаю, что не бывает нелипких блесков, поэтому, на мой взгляд, абсолютно нормально то, что блеск немножко липкий. Оттенок идеальный, глянцевый, плотный, замечательно ложится, легко наносится. Блеск не имеет противной парфюмерной отдушки, то есть, если взять, например, блески зачастую марок а-ля флёр, они имеют такую советскую какую-то вот отдушку неприятную, которая попадает в рот, и мне обычно такие блески хочется сразу же смыть, а ещё чем-нибудь заесть или запить, чтобы только не чувствовать вот этого вот ощущения у себя во рту. Этот блеск абсолютно не имеет никакого привкуса, имеет очень приятный карамельный такой, карамельно-шоколадный аромат, очень вкусный на запах и очень приятный на губах. Не могу сказать, что он сушит губы, не могу сказать, что он их увлажняет. В этом плане блеск абсолютно нейтральный, то есть, не туда, не туда, когда он стёрся, нет ощущения стянутости на губах, но и в то же время супер-ухода тоже нет. Вот такие были мои покупочки в отпуске из декоративной косметики. Я им всем очень довольна, за всё вот это вот вместе я потратила не больше 500 рублей. Вот 5 продуктов я потратила, ну, не больше 500 рублей, честно. Очень довольна этой маркой, и если кто знает в Питере, где можно найти косметику Рилуи в реальной продаже, а не в интернет-магазине, я не очень люблю заказывать декоративную косметику в интернет-магазинах, если я не знаю, как это в действительности будет выглядеть, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, может, где в Питере есть большой ассортимент белорусской косметики, и именно косметики Рилуи я обязательно туда наведаюсь. Надеюсь, вам было интересно посмотреть этот обзор. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok